Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот они, мои красавцы. Аминь. Откровение, 1 глава, 7 стих. Сей грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возродают пред ним все племена земные, ей аминь. Толкование. Это о Христе, о его втором славном, великом и страшном пришествии в мирный суд. Как в облаках он вознесся, так в облаках и вернется. Как о том говорили на Елеонской горе апостолам ангелы. Деяние, 1 глава. Возвращаясь на землю, Христос будет также окружен облаком своих свидетелей и святых ангелов. И время, 12 глава, 1 стих. Иуда, 14 стих. Сегодня многие люди говорят, покажите глазам нашим Христа, пусть он сойдет с небес и явится нам. О, страшная молитва, страшный зов к небу. Увидит его Пилат, увидит его воин, воткнувшись в его причистое ребро свое копье. Увидит его народ, увидим его и мы, люди 20 века, распявшие Христа своими грехами и богатступничеством. Евангелие говорит, что чистым сердцем Бога узрят. Матфея, 5 глава, 8 стих. Жечь же и узрит его не сердце, а всякое око. Сегодня можно увидеть Бога сердцем и возликовать в Духе Святом. Тогда же, увидев, возродает перед Ним. Но то уже не будет слезы покаяния, очищающие сердце, но слезы отчаяния, безучешный отчаянный вопль сердца грешного, чувствующего гиену. Ибо будет поздно. Узрят его все племена земные, ибо Евангелие будет к этому времени проповедано во свидетельство всем народам. Матфея, 24 глава, 14 стих. И вот того, который им засвидетельствован, и которого многие отвергли, узрит всякое око. Как может увидеть его око? Бога в его божестве видеть невозможно. Иван Глятьяна, 1 глава, 18 стих. Исход, 33 глава, 20 стих. 1 Тимофея, 6, 16. Око человеческое не может видеть божества, живущего в свете недоступном. Не только Бог сам, но и жилище его недоступно нашему видению. Узрит же всякое око Сына человеческого, Бога воплощенного. Христос придет, видимо, для всех в своей прославленной плоти. Так через Боговоплощение, видимо, является всякой твари божество. Первый раз Он приходил в оплоти для нашего спасения. Второй раз придет зримо в оплоти на суд. Ей, аминь, истина, да будет все так. Ну, тут все. Комментировать нечего. Все подробно. Откровение, 1 глава, 8 стих. Я из Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет Вседержитель. Толкование. Доселе святой Иоанн говорил о Боге и о Христе. Теперь говорит сам Христос, представляя себя, я из Альфа и Омега, начало и конец. Альфа, первая буква греческого алфавита. Откровение, написанное Иоанном Богословом на греческом языке. Омега, последнее, Он есть начало и конец. В нем начало всякого бытия. И в нем и конец всякого бытия. Всего начало и всему конец. Он же сам без начала и конца, вечно сущий. Это выражается Его словами, который есть и был и грядет. Есть, то есть везде и вечно единственно, самосущий. Он единственный есть вечно сущий сам в себе. Почему и на иконах Спасителя, над челом Его всегда начертывается, сущий. Читается ООН по-гречески. И Он грядет, Вседержитель. Вся Вселенная в Его руках. И Он ее держит. Именно так. Это надо подчеркивать всегда. Откровение 1 глава 9 стих. Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа. Был на острове, называемый Патмос. За слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Толкование. Представив нам сначала Христа, Иоанн теперь пишет и немного о себе. Я, Иоанн, брат ваш, видим его смиренное о себе суждение, не возвышает себя никак, называет себя братом всех христиан и соучастник в скорби. Отсюда видим, что церковь в это время находилась уже в великом гонении и претерпевала многие скорби. В этих скорбях Иоанн, ранее особо хранимый Господом, был соучастником. И тут, посмиренно мудрю своему, называет себя только соучастником в скорбях и в царстве. Как чудно, что христиане становятся соучастниками не только в скорбях Христовых, но и в царстве его. Велика скорбь, но велика и радость. Однако путь только такой. Соучастником в царстве можно стать через соучастие в скорбях. Утро после ночи, царство после скорби и в терпении Иисуса Христа. Господь терпел, в терпении пребывает и его ученик. Иоанну даровано была долгая жизнь, сто лет. И через сто особо стал он соучастником в терпении. Во всем этом скорбях, царстве и терпении стал он соучастником Господу своему и братьям своим, христианам. За слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Оказывается, Иоанн в ссылке на острове Патмос. Так истинное свидетельство о Христе подвергается гонению. И хотя Господь давал и другие времена, когда церковь Христова торжествовала над язычеством, и свидетели Господни не были внешне гонимы, все равно были великие гонения от близких изнутри. Каким, например, гонениям подвергались во времена торжества христианства такие великие свидетели Христовы, защитники права веры от различных ересей, как святые Афанасий Великий, Кирилл Ижусалимский, Иоанн Златовуст, Максим Исповедник. Все. Видите, вот перечисляется, когда святые. Ну я задаю вопрос. Бог поставил, говорит, во-первых, апостолами, пророками, в третьих, учителями. Ну, кто учителя? Апостол пороков называет сектанты. А учителя опять те же самые. Так это уже мы прошли, за ними дверь закрыли. Один недавно мне говорит, а вот знаете, я в Омске там Шевченко встретил, Александр. Апостол, говорит, поставил. Апостол, говорит, поставил. То есть они уже поставлены были в первом веке. В 21 веке. У других Елена, Уайт. Ну, у мормонов там Мароний свой. У каждого свое. Поставил. В то время были. И никого не могут назвать. Ну, по одному этому уже остановился бы, сказал. И вот приводят какие-то Джошуа, там, Башов. И кого только нет. Хини этот. И обижать это на них нельзя, что он не принимает. У него нет избрания. Он этого не понимает. Вот родился свыше Духом Святым. Он слова-то не говорит, а он понятия не имеет. Дух Святой не может действовать против Духа Святого. Дух Святой две тысячи лет вел церковь так, как дал святым отцам истолковать. Они его не знают, не считали. Я прочитал еретически эти все толкования и понял, что Елену в этом сравнивать не с чем просто. Такая мелкота и часто просто бред. Вот сказано это, святые отцы перечислены. Ты их найди, прочитай Апанасия Великого, Иоанна Златоуста, чтобы тебе делать сравнение и отвергать. Как отвергать то, чего ты ни разу не видел? Как говорили, капиталистический строй, плохой, загнивающий. А советские боялись туда пустить даже в командировку. А которые возвращались, они приезжали такими глазами, хлопали и говорят, Так его коммунизм построили уже, мы были в Швеции, там в Финляндии. Вот и все. Ну один раз показали, как есть. Социализм с человеческим лицом. Горбачев захотел показать. С человеческим лицом социализм. Ну и что увидели? Увидели чудище. Увидели труп. И рухнуло, и нигде ничего нет. Показали. 70 лет не показывали, решились показать. Призрак. А христианство открыто всему миру свидетельствует, что будет антихрист. И дано ему вести со святыми, победить их. То есть о своем полном угасании христианство будет говорить. Останутся только в пещерах, в ущельях, в гор. Почему? Будет великое страшное гонение. Далее. Откровение 1 глава 10 стих. Я был в духе в день воскресный. И слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, «Я есть в Альфа и Омега, первый и последний». Толкование. Телом святой Иоанн находился на пустынном Патмосе. Дух же его далек от острова, в сферы иных небесных. И был это в день воскресный, в первый день недели. С самых первых времен христиане чтили этот день, как день воскресения своего Господа. В этот день они собирались вместе для духовного назидания, для чтения Священного Писания, для совершения Таинства Пречищения, Хлебопреломнения. Именно в этот день апостолу Иоанну дано было откровение о будущих судьбах Христовой Церкви. Иоанн уже забывает внешнее окружение свое, уже не видит острова, на котором находится. Но находясь в духе, в состоянии пророческого прозрения, он слышит позади себя громкий голос, как бы трубный. Как бы эта приставка часто повторяется в Откровении. И вообще она характерна для библейских пророчеств. Пророки видят и слышат нечто, что даже нельзя точно описать человеческими словами, ибо они видят невидимое и слышат неизреченное. Они стараются среди земных вещей подыскать хотя бы что-нибудь подобное этому. И здесь Иоанн тоже говорит. Слышал я голос громкий, и описать-то его не могу. Но он был как бы трубный, то есть похожий на глаз трубы. Голос этот говорил, я из Альфа и Омега, первые и последние. Из слов этих сразу узнаем, что апостол Иоанн явился сам воскресший, спаситель Иисус Христос. Ибо только о нем говорится в Писании, что он Альфа и Омега, первый и последний. Ну, понятно. Он маленечко ударил в стойку, как будто подвинул вправо. С него надо это снять, отлепить. Я сейчас отойду. Ну, ладно, считай. Все-таки видно. Откровение первого глава, одиннадцатый стих. То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквям, находящимся в Асии, в Эфес, и Смирну, и в Пиргам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Толкование. Говорит Иоанну Христос, то, что видишь, напиши в книгу. В основном, все откровения здесь сообщаются Иоанну ангелами через видение. Он записал то, что видел, что было ему явлено. Здесь перечисляются все семь церквей, семь общин, бывшие в семи городах Малой Азии. Основанные христианские общины в этих городах были самими апостолами. Каждой из этой церквей будет дано Господу в откровение особое послание. Эти семь церквей являются собой семь в состоянии церкви и всю полноту Вселенской Церкви. Все. Ну, тут что-то толковать. Только сказать аминь. Откровение 1 глава 12-13 стих. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною. И обратившись, увидел семь золотых светильников. И посади семи светильников подобно сыну человеческому, облеченному в падир, и поперестям опоясанного золотым поясом. Толкование. Иоанн оборачивается, чтобы увидеть, чей же голос говорит к ним. И видит семь золотых светильников, и посади светильников подобно сыну человеческому. Семь золотых светильников. Уже в ветхозаветной скинии, в храме Соломоновом, стоял, воспитая святых, семисвечник. Так и новозаветная церковь прообразуется семисвечником. И в наших православных храмах за престолом в алтаре стоит семисвечник. Здесь семь золотых светильников. Это образ семи церквей, которые являют полноту христианской церкви. Каждая семья обозначается светильником. Это как бы семь граней, семь сторон, семь состояний Христовой церкви, которые в дальнейшем будут показаны в семи посланиях, в главах 2 и 3. Светильники золотые. Этим показывается, что церковь куплена дорогую ценой. 1 Коринфянам, 6 глава, 20 стих. Она омытая, чистая, прославленная Богу. Эфесянам, 5 глава, 26-27 стих. Как золотом украшена невеста Христу. Песня песней, 1 глава, 10 стих. Она вся золотая, она же и светильник миру. Как о том говорил Господь в Нагорной проповеди, вы свет мира. Матфея, 5 глава, 14-15 стих. И сравнивал христиан с зажженной свечой на подсвечнике. Светильник этот семисвечный, так как церковь содержит 7 таинств. 7 таинств – это те угли, на которых возгорается этот светильник, горит и светит всему миру. Иоанну даже трудно определить вид того, кого видит, потому и говорит, он подобен сыну человеческому. Подобно сыну человеческому видел некогда в таинственном видении и пророк Даниил. Даниил, 7 глава, 13 стих. Даниил говорит, что видел как бы сына человеческого. И Даниил и Иоанн видели воплощенного Бога. Господь пришел в мир как сын человеческий, воплочившись от предчистой Девы Марии. Особенно показывает Христа как сына человеческого евангелист Матфей. В его Евангелии сам Господь особенно часто называется сыном человеческим. Христа Иоанн видит посреди светильников, то есть посреди церкви, в церкви. Христос и церковь неразделимы. Христос находится в церкви и в ней обитает. Чтобы обрести Христа, надо прийти в церковь, ибо Он в ней. Иоанн видит нестрадальца в терновом венце, но облеченного в падир, длинную одежду иудейских царей и пересвященников. Он видит Христа царя и пересвященника, сына человеческого, облаченного в падир, то есть причастного к божественной славе. Ибо персим, то есть по груди, опоясанного золотым поясом. Важно, что опоясан Христос не в поясе, как обычно люди, а по груди. Люди опоясываются в поясе для укрепления своей немощи, для приведения себя в готовность к труду, для подтянутости, для украшения похоти. Во всем этом не нуждается божественная плоть Христа. Он опоясан по груди. Во-первых, чтобы этим показать, что божественный гнев на грешников удерживает его человеколюбием. Во-вторых, левая и правая грудь в Писании часто обозначают ветхие и новые заветы и золотым поясом истинную, которой является сам Христос. Иван Глядьяна 14,6 Эти заветы опоясываются воедино. Веденный завет Божий с людьми через Иисуса Христа. Христос, облеченный в падир, является здесь и как персвященник вечный под чину Мелхиседека. Псалом 109,4 стих Евреям 7 Описав одеяние и вившего ему Христа, Иоанн описывает далее вид самого Господа. Откровение 1 глава 14 стих Глава его и волосы белые как белая волна как снег и очи его как пламя огненные толкования. Интересно сравнить с Песней Песней где Господь Иисус Христос изображается с черным волосом и кудр его волнистый черный как ворон Песня Песней 5 глава 11 стих там показывается его вечная юность здесь же он является как старец с белым волосом там начало там цветущая любовь Христа и церкви возлюбленная его здесь кончина века Господь ветхи днями с убеленным волосом готовы совершить жертву ибо инивы уже побелели здесь он показан и как древний как предвечный белая волна не волна морская а волна то есть как бы белая овечья шерсть белизна ангца этим показывается невинность непорочность чистота и святость его глубина его мыслей глубина божественного промысла и провидения белая как снег бесконечно чистая и очи его как пламень огненный ничто не может укрыться от всевидящих очей божьих пламень огненный просвещающий святых и опаляющих нечестивых аминь а то говорят Бог никого не наказывает прямо играет этим в книгах пишут я тогда выстраиваю и наказал Бог послал наказание прямо послал наказание ну написано это Бог никого не наказывает на каком основании любое слово которое мы говорим если мы желаем чтобы оно не было нам в осуждении на суде Божьем вот наказывает ну вот наказывает сейчас вот мы смотрите набираем наказ ну вот взять корень надо взять правильно нет наказ вот вот 122 раза наказание мое больше это наказание от Бога мы наказываемся за грех это все так понимали наказываемся это Бытие 42.21 и 4.13 вот Бог наказывающий детей за вину отцов исход 20 глав 5 стих без наказания не оставит того кто произносит имя напрасно наоборот даже без наказания исход 20 глав 7 стих можешь показать да да не надо не надо так оно видно вот и все и таких-то мест ни одно ни два мы сейчас только посмотрели а 122 122 да еще не канонические книги не канонические книги и в них 66 128 188 раз говорится о наказании ну может быть не всегда там о Боге говорится но во всяком случае это именно так Бог наказывает как Ева говорит стоило ли вам так лгать и за Бога припираться за Бога заступаются это не нужно Богу совсем Богу нужна правда и полное послушание и будет это наказание будет кончина этого мира и комета какая-то ударится не оледенение не потоп не изменение там глобального климата ничего будет так как запрограммировано в откровении вот так все и будет это я называю так режиссура уже составленная с неба теперь она проецируется на землю а мы здесь участники как Шекспир говорил жизнь это сцена где мужчина и женщина выполняют свои роли еще не родился а все дни у меня мои для Бога записаны 138 псалом что тут говорит и надо только смиренно принимать да будет воля твоя святая неужели за доброе будем славить а за злое не будем Ева говорит так это страшно считать это сгорит людей погибнут страшно конечно страшно но огонь вещи страшнее поэтому принеси покаяние люди так как легко увлекаются идеей представь себе там молодежь как в Германии верили в Гитлеру там приветствовали здесь Сталина ни там ни здесь никого нету а ведь погубили то ни два не три человека и умирали за эту идею первых немцев пленных когда брали бывало летчика взяли а его ведут на расстрел а самолеты летят немецкие так он успевал еще руку крикнуть и хайль Гитлер сейчас расстреляют его за родину за Сталина чем она отличалась ну а были же умирали за Нерона Диоклетиана Наполеонов Суворова они слушались жизнь полагали их отмечали получали награду но перед Богом это имеет силу или нет а вот похвала обо мне написали хорошо да ну написали а вы не гордитесь что вас вот фильмы сняли а заняли они первое место в России за рубежом меня спрашивают я говорю у меня сегодня зуб болит а в Австралии портреты с моей газеты мне полегче от этого и все это заботится о гордости в ней погибает мне думать об этом некогда думать меня долбят спереди и сзади сверху и снизу в шести проекциях далее откровение 1 глава 15 стих и ноги его подобно Халкаливану как раскаленный в печи и голос его как шум вот многих толкование под ногами святой Григорий Богослов разумеет домостроительство Божие ибо ноги Христовы это суть плоть которой сошедшее Божество соделало наше спасение ноги это же и суть апостолы которые как благовестники Господни проповедовали по всей земле и огласили ее Христовым учением ноги Господни подобны Халкаливану Халк означает медь Ливан ладан то есть два из сестра во Христе человеческая медь и божественная ладан а вместе это дивное благоухание домостроительство нашего спасения во Христе это не слиянное единство естеств в Господе человеческого и божественного ноги его здесь как раскаленные в печи раскаленная красная медь это указывает на праведность и суд Божий это же указывает и на апостолов разжженных в горниле искушений в раскаленной печи страданий и голос его как шум ввод многих Иоанн слышит дивный и величественный голос оборачивается чтобы посмотреть кто это говорит с ним и видит своего возлюбленного учителя и спасителя голосу запретившему ветрам и морю и соделывавшему великую тишину Матфея 8 глава 26 стих действительно самому подобает быть как шум как шум ввод многих Откровение 1 глава 16 стих Он держал в деснице свои 7 звезд и из уст его выходил острый с обеих сторон меч и лице его как солнце сияющее в силе своей Толкование Христос стоял перед ним и держал в деснице то есть в правой руке своей 7 звезд Далее будет объяснено что это значит Из уст его выходил острый с обеих сторон меч это Слово Божие которое живо и действенно как обеустрый меч Евреям 4 глава 12 стих Этот-то меч духовный который взять велит нам апостол Павел Эфесянам 6 глава 17 стих Слово исходящее из уст Господень призывает до сего дня к покаянию отсекает всякий грех и нечистоту В последний день оно будет нас судить Евреям 4 глава 12-13 стих Евангелия Атьяна 12-48 И лице его как солнце сияющее в силе своей лучезарный Христос В этом свете померкнет всякое светило земное останется единый свет свет Христов Этот божественный свет Христов созерцали его ученики на фаворе горе преображения И вот на острове Патмос Иоанн снова видит лице его как солнце сияющее вовек Откровение 1 глава 17 стих И когда я увидел его то пал к ногам его как мертвый И он положил на меня десницу свою и сказал мне не бойся я есть первый и последний толкование этого явления этого божественного света исходящего от лика Христа Иоанн не вынес он пал как мертвый и он Христос положил на меня десницу свою и сказал мне не бойся Господь утешает Иоанна падшего к его ногам не бойся о дивные слова Господни как часто говорит он их не бойся я Господь я не тот который пришел убить уничтожить тебя нет я пришел утешить тебя и свет исходящий от меня огненный пламя очей все это не попалит тебя а просветит не бойся дальше Христос говорит о себе Откровение 1 глава 18 стих и живый и был мертв и все жив во веки веков аминь и имея ключи ада и смерти толкование был мертв господь напоминает голгофу напоминает крест напоминает свой гроб он был мертв и си жив светлое воскресение Христова пасха и не только ожил он на время но жив во веки веков вечно аминь истина сие и имея ключи ада и смерти до голгофа все люди и праведные и неправедные уходили в преисподнюю в ад но вот сошел в преисподнюю сам Христос пленил плен связал сатану распявшись крестом побеждает он у лукавого лишает его всякой силы забирает у него ключи ада и смерти и держит их в своих руках смерть пронзила его при чистой руки теперь руки его держат ключи смерти теперь никто не может умереть и попасть в ад если не вернет его туда Христос праведный судья это страшно для нечестивых не принимающих Христа они не захотели войти ко Христу через врата узкие и он некогда широко распахнет для них врата иные ужасные ведущие в ад но в этом и великое утешение для христиан мы должны бояться делать грех но не должны бояться дьявола он не вернет верующих в ад и во ключи ада и смерти в руках спасителя хотя сама смерть и отлукав он был человекоубийцем от начала евангелия от яна 8 глава 44 стих но никто не умрет не будучи предназначен на то Христом и для верующего смерть приобретения филиппинцам 1.21 поэтому Христос и говорит не бойтесь убивающих тела души не могущих убить это слуги дьявола а бойтесь более того кто может и душу и тело погубить в гении то есть Христа Матфея 10.28 ключи от врат райских и от врат ада в руках Христа победителя смерти живущего век он и спаситель он и судья это надо принимать никакой проверки устроить нельзя я в это верую мне дана вера у другого нет веры ничего этого нет он будет на своем стоять у него другое место он к другому предназначен нельзя не обижаться не поносить не пытаться победить возвестить после первого второго вразумления отпрощайся знаешь что таковы я развратился будучи самоосужден он сам себе приговор вынес но я что могу какие-то пункты строить от алкозависимости или сегодня пункты строить от неверия чтобы как-то давать какие-то пилюли вшивать им эти торпеды в определенное место и что они бросили неверие стали верующими это невозможно дело свободной воли потому что вот как мы живем что имеем образ жизни это все зависит от того как мы желаем в большинстве случаев другой большего желает а его нету поэтому большего лучшего желать то не надо вот просто не надо вот как есть у тебя так на этом остановись а остальное хорошо работает на дело божие пусти не меняй не такой телевизор не такая одежда не такая жена не такая родина все меняется оно уже константно должно быть постоянно я иду за Богом апостол Павел пошел негде главы преклонить идут накормили Лидия пригласила ждут братья приношения эти какие-то делают я состарился не видел праведников оставленных в хлеб чтобы не было хлеба без хлеба я тоже могу сказать я не видел это не означает что их нету они есть есть верующие все и живут в страшном нужде но тут надо копать глужу почему именно дальше откровение 1 глава 19 стих и так напиши что ты видел и что есть и что будет после сего о Каване и так напиши что ты видел то есть все видения которые были ему показаны и что есть и что будет после сего откровение вскрывает нам тайны грядущего как в веке 7 так и в мире ином но корни грядущего уходят в прошлое и поэтому Яну повелевается записать не только грядущее но и то что есть то есть что было при его жизни Господь сам дает толкование о звездах и светильниках откровение 1 глава 20 стих тайна 7 звезд которые ты видел в деснице моей и 7 золотых светильников есть сия 7 звезд сот ангелы 7 церквей а 7 светильников которые ты видел суть 7 церквей толкование кто такие ангелы церквей ангел греческое слово означающее вестник здесь это благовестники Христову охраняющие и ограждающие стадо Христов от волков и всякого зла это пастыри церквей их епископы Христово священство в лице епископа каждая церковь имеет своего ангела возвещающего ей слово Господне и ходатайствующего за нее перед Богом сказанное ангелу церкви относится непосредственно к ее епископу а чаще же относится к присвятерам поскольку они на приходах исполняют волю епископа и совершают свое пастырское служение Господь открывает здесь так же открывает здесь так же что пастырь церкви вдеснится его какое-то чудное утешение ибо сколько немощен человек и кто может дерзать на столь высокое служение как священное действие Христово облеченный вплоть священник власть облеченный вплоть священник властью данное ему Христом отверзает небо Матфея 16 глава 19 стих низводит Духа Святого деяние 19 6 изумляет бесплодных 1 Петра 1 12 великое служение но великое искушение великие гонения и страшен суд кто бы держнул на это если бы Господь сам не держал пастыря в деснице своей они в руках его и он обещал пребывать с ними во все дни до скончания века Матфея 28 глава 20 стих и священодействовать они будут доколе он придет 1 Коринфянам 11-26 поскольку пастыри в деснице Господней то всякие посягающие на пастыре отвергающие от него противоборствуют деснице Господней а посему тщетны все усилия гонители церкви а также всяких еретиков сколько великие гонения не учинялись ничто не смогло победить хранимых в деснице Всевышнего так в древности от римского императора исходил даже такой приказ всех епископов казнить кажется кто пойдет на это служение но никогда Христова церковь не оставалась без епископов шли они знали когда шли на рукоположение что этим подписывают себе смертный приговор но шли это были золотые священники древней церкви и в наше время безбожие масонство великого поругания церкви необыкновенного распространения и умножения ересей хранит Господь и твердо держит своей деснице досточимое апостольское священство о любви конец первой главы все не будем больше хорошо давай немножко подойди я сразу расскажу что у нас есть и близко близко все заснимешь это у нас главное достояние это 38 книг с чем мы едем и вот этот новый завет по которому считаем третья книга я это говорю на каждый ролик ну и показываю наше здесь самое дорогое что есть это во свете Библии наш сайт к истине 1 народ.ру здесь 50 книг мной насчитаны но самое ценное во всем что есть а с 4124 ответы на по темам по темам их нельзя составить все остальное можно и фотографии подобное там книги что-то может быть но вопросы ответы я практически просмотрел все какие ответы дают священники сектанты на вопросы которые им задают есть хорошие вопросы основаны на Библии но если на Библии значит каноны в сторону житья в сторону патристику не знают если у православных берут все кроме ссылки на Библию здесь именно так Библия приоритет главное и над всем выше всего а рядом написано внизу православный форум Игнатия Лапкина над него только ткни один раз и сразу вот он этот форум открывается 1400 тем и тут вот поисковик общий поиск вверху вот я показываю не видно нет вплотную вот сюда а когда зайдешь на это храм видать внизу написано новое сообщение в него только ткни и первая страница вот эта открывается а здесь заряди какое тебе нужно слово то и будет открыт у нас православный видеоканал открытым оком во свете Библии почему-то разделили вот тут как бы два канала толком не разбираюсь вот и здесь выставляются новые материалы новое вот тут только что прошли материалы беседы наши вот уже уже поставили мы вот это которое можно было поставить поставили беседа с мусульманкой вот с мулой вот на его в нем доме а вот это беседа в храме Тбилиси Грузия отец Наум вот стоит я могу даже ткнуть показать евреи это я только прибыл туда во время литургии попал кажется 12 июля Петра и Павла было он сразу меня в алтарь я чтец имея право входа туда вот я нажал сейчас может начать сидеть а рядом перевозчица на грузинском каждое слово мое переводит и мне пришлось два раза быть в Грузии и два раза он мой крестник крестник мой еврей хотя снова аминь царю июля 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 Песня. Господи Иисусе Христе, Боже наш, великий Бог и Спаситель, Ты послал Своих учеников и сказал, идите, научите все народы, крестите и опять учите нас. Господи, мы хотим научиться от Тебя, как соблюдать заповеди Твои, как ходить чистыми и непорочными, чтобы наладить свои семьи, воспитать детей и достойно пристать перед Богом. Поэтому благослови наше общение и нашего учителя, миссионера Игнатия, дару ему мудрости и нам, как понимать Слово Божие, понять Твои божественные истины. Да прославится всем имя Твое, Святого Отца и Сына, Святого Духа, ныне и близна, и во веки веков. Аминь. Я, значит, в молодости очень любил путешествовать. Давай поменяемся с Тобой. Мама Наум сахалка зубащится, а зуба там уксал. Да, и вот один ведущий человек говорит, Наум говорит, давай, я еду в Сибирь и со мной поедешь. Да, и вот в Сибири, в Барнауле, я встретился с Игнацием Чеховичем. Да, и мы встретились у него дома. Ну, я читал много Библию немножко и у меня были вопросы. И вот когда, значит, мы начали беседовать, на столе была Библия. И вот здесь Игнатий сказал, говорит, я не от Тебя буду отвечать, а как, что Бог сказал в Священном Писании, разъяснили отцы, то я буду отвечать. Да, и вот я спросил, почему вы их, значит, не Богу поклоняетесь, а иконам? Ну, кажется, так было, да? Да, и вот он мне раскрыл учение об иконах, почитая иконы. Учение о Священстве, ну и всем о благодати Божией, и самое главное учение о Православной Церкви. Да, и вот сейчас, да, и потом мы с ним, значит, переписывались. Да, да, и вот мне звонок, говорит, Наум, я еду в Москву. Да, и вот мне звонок, говорит, Наум, я еду в Москву. Ну, и говорит, я тоже приеду. Да, и мы там здесь в Священном, здесь он подготовил, я уже выучил филологию. Да, и там полное погружение, там, это, в селении Переделкино, мы крестились, и вот он, грозный отец, учитель до сегодняшнего дня. Сейчас мы даже сейчас общаемся через интернет. Да, если не по интернету, да, скайпит. Ну вот, сейчас, значит, кому какой вопрос Господь положил на сердце? Да. Вот Вы задайте, ну, мы это сделаем вступление, как Вы здесь, в Вашей общине, все это расскажете. Я пора скажу, я Вам только услышу, что это очень далеко не отходил, Вы же переводчиком по-русски, а здесь по-русски. Это я в Америке был, когда наступал, там, тут корейский, китайский, там, разные. Да, кстати, его пригласил метрополит Виталий, здесь именно в Америке загубежная церковь, глава загубежной церкви. Второе приглашение было теперешнего метрополита, который был тогда секретарь Исинуда Иларион. Я еще добавлю, что они приглашают оплачивать дорогу разные фонды, но по миссионерскому впервые за 70 лет. Это я желаю вам сказать, что эти церковь и многолетние традиции. Но большая нужда учителях, миссионерам! которые могли раскрыть православное учение. Поэтому здесь Игнатий и там послужил Господу. Вот интересно, они такие богатые, просвещенные. Что они хотели там узнать, вот здесь? Да, в Америке с этим дейдаритах, если были халхиа, то Ирак и тюрьмы, а цукхендат мат. Если им так конкретно задать вопрос, у некоторых тревожило любопытство. Если гиран, зогиртевцы, а цукхендат хнобисмопаре. Они любят кузников, за слово Божье. А я сидел несколько раз в тюрьмах запробовать. Матрубат, датруя, булихал, хиромный битс. Матаркад, цифрешил, нам попервисто лет ухли, сиквизгаму. Потом они хотели узнать.